Каждый день молодые женщины рожают молодых детей. В этой программе мы расскажем невыдуманную историю с людьми, которые до середины программы не понимают, какого хуя у них дома уже неделю живёт съёмочная группа «Беременна в 16». Всем привет! Меня зовут Каролина, мне всего 16 лет, но я уже понимаю, как в этой жизни всего добиться. Поэтому я записалась на стрип-пластику. Учусь я в Шараге на железнодорожнике. Поучившись там, я поняла, что выбьешься в жизнь только если все поезда будут заезжать именно в твой тоннель. Мне не нравится там учиться, потому что на парах нам говорят много разных слов и букв. Вы не понимаете, как мне тяжело. Это моя мама. Моя мама очень умная и всегда говорит только по делу. Бля, а чё ты ободок не поднимаешь, когда в сортир ходишь? Ты так заебал уже. Да хуя мне его поднимать, я же женщина, это не я. Отчим сказал, что это не он. Значит, это ты. Бля, мам, ну ты взяла и поверила, что ли? А ну пошли отойдём, мудр. Да нахуй ты сказала, бля. Тебе, иди сюда иду. Её настоящий отец – настоящий урод. Он нас бросил, потому что я переспала с его братом, с его отцом, с его дедом, с его собакой. Я считаю, что если любишь, то должен прощать. Мой отец тоже очень умный. Привет, пап. Это кто звонит? Твоя дочь вообще-то. У меня есть дочь? Хуя себе. А ещё у меня есть брат Максим, но он просит называть его Махмуд. Махмуду 24 года, и он любит наводить суету. Короче, понял, мы приехали на кипиш, а там все, короче. Тагестанские, москвичи, бля, ингуши, кабардинцы, там кипиш страшный. Ну, всё кончилось тем, что я погиб. Я устала жить с родителями и переехала к своему парню Мише. Мне нравятся в ней, ну, сисямбы её, барабаны вот эти вот, шарики. Папа Миши ко мне тоже очень хорошо относится. Очень хорошо. Здрасте. Ой, а кто это к нам пришёл? Это моя девочка к нам пришла. Моя куколка к нам пришла. Моя сучка. Не знаю, так левиатцы и парни должны общаться, но у него свой бизнес, поэтому мне поебать. Однажды Миша притащил всю свою арабу к нам домой. Мы нажрались очень сильно в тот день, и я мгновенно вырубилась. Одно я после того дня уяснила точно. Надо прекращать пить столько пива. Ну вот мы с Мишей жили, значит, он лез ко мне, я говорила, отстань, я залететь боюсь. Он сказал, не бойся, ну, я ему и дала. Ну и всё туда-сюда, значит, шпёхались. Я думала, через рот беременют. Я увидела результат на тестах и очень испугалась. Я почитала, что делать в ответах Mail.ru, и следую их советам. Теперь я просто думаю со всей силы, что я не беременна. С такой силой думаю, что у вас живот надувается. Наверное, работает, значит. Эй, здорово, прикинь, моя шмара залетела. А от кого? В смысле, от кого? От меня? Меня. Ты уверен? Да, ну ладно. Нет, ну я на очко, конечно, сел пиздец. Ну а чего он отец такой, он отец пуховящий? Я рассказала об этой ситуации своему брату Махмуду. Алло, Махмуд? Мы хотим иметь детей. Я считаю, что в их возрасте иметь детей-то незаконно. Это вообще незаконно. Мама позвала нас с Мишей домой, чтобы поговорить об этой ситуации. А чего вы, бля, это, ну туда-сюда, нет, да, а чего вы не могли, да? А что такое, вот это, вот ты мне ответишь, да? Можно я съебусь отсюда? А вы чё, бля, не хотели вот это там, ну чтобы нормально было, не хотели, да, чтобы... Бля, я нихуя не понимаю. Так вы ничего не понимаете. А я вот читаю, что надо рожать. Потому что получается, что раз она беременна, значит недавно еблась с кем-то. Тут нет логики. Есть только факт, что она знает, что такое секс. Меня это радует. Очень радует. Вот такая вот у нас ситуация. Будем рожать. Вай-вай-вай-вай, как же так? Вай-вай-вай. Да похуй. Ты мне, моя девочка, лучше скажи. Ты любишь пить вино красное или белое? Вообще, я люблю детей. Вот эти, ладно, странно звучит. Вот этих вот маленьких мальчиков, девочек. Все, уйдите. Эй, привет. Если тебе понравился такой формат видео, то ты можешь поставить лайк и написать об этом в комментариях. Если вам зайдет, то я сделаю вторую часть и уже больше ничего рубить на части не буду. Спасибо за просмотр и не забывай писать, на что бы ты хотел увидеть озвучку. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok